Качи-качи-качи-качи Качи-качи-качи Всем доброе утро На часах Начало восьмого И именно в это время Начинается наш день Потому что Егорка просыпается Довольно таки рано Хотя я привыкла спать чуть-чуть побольше Как вы поняли, то сегодня будет Влог Насыщенный день И поэтому Пока я делаю себе уход Егорка просыпается И я расскажу вообще Что у нас будет Так вот, начнем с умывания Потому что надо проснуться И очистить лицо После всех лишних зарезинов Далее по плану Конечно же Тоник Насчет сегодняшнего дня С утра Надо Во-первых Позавцакать Во-вторых Накормить Егорку Потому что мы Пили прикорм Пока только капуста Но он ее кушает с удовольствием Потом Потом Приготовить печень На ужин Чтобы был ужин Обед мы есть Потому что приготовила суп А потом мы идем гулять А после Самая интересная программа Мы поедем Дельфинарий И океанарем С мужем Будет уничтожить свидание Мелкого Отдавим Бабушке Моей маме И самим Львовем Екатеринбург Это просто кайф Это бы она туда хотела Но в прошлом году Купили лето А сегодня Понедельку У меня целый год Коста Дельфинарий После пышника Очень такого Неприятного Поэтому Маслом И массаж Гоша Не буду делать Просто помажу Кремом Вот Впtan Это тут Перевернулся Кто Эту Перевернулся Игон Это Тоже Большое Столочное Что Дельфинарий Ух 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 У меня неожиданный поворот, пока муж с ребенком готовит завтрак, я пошла гулять. Шучу, пошла в магазин за маслом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok За что? Я вообще не понимаю. Поэтому я взяла, посмотрела стульчики на Авито и купила вот этот. Он вообще в офигенном состоянии. Ничего нигде не поцарапано, ничего нигде не сколото. Все чистенько, хорошенько. Нам его постирали перед тем, как отдать. Он вообще в шикарном состоянии. Все круто, классно. Вот здесь написано молоко, печеньки и рок-н-ролл. Ну, в общем, все круто. Вот это меняет положение. Ну, тут надо, правда, на кнопочек нажать, поэтому одной рукой сейчас не смогу ее опустить, потому что две кнопки по обеим сторонам. Это подножка. И вот эта штучка тоже меняет положение. Сейчас покажу. Получается, она для самых маленьких. Это вот полулежачее положение. Потом второе положение. Это вот в котором сейчас, ну, с Югоркой зачастую проводят свое время в этом штучке. И третье, это вот сидячее полностью положение. Я бы, конечно, еще более сидячее сделала, но в уях. Ну, и, конечно же, столик. У него вот эта вот штучка съемная, она отцепляется. То есть можно ее спокойненько менять, стирать там. В общем, все легко и круто. А еще, так как мы начали прикорм, то купила мелкому вот такую вот чашку, тарелку. Она на присоске. В цвет стульчика, столика. И с крышкой, которая плотно закрывается. И с ложкой и вилкой. Ложка у нас сейчас помыта стоит. Вилочкой пока еще не пользуемся. И самое интересное, вы видите, что они такие вот изогнутые. Как обещал производитель, то якобы такая форма помогает ребенку самостоятельно научиться пользоваться столовыми приборами. Ну, пока не испытанно, не знаю, как это пойдет. Но держатся они в этой вот, в этих выемках очень плохо, как вы видите. Однако сама крышечка на вот эту мисочку надевается очень хорошо. Одной рукой у меня это наверняка получится. Все. Ой, блин, она присосалась. Ну, зато покажу, что ее фиг оторвешь. Можно стол поднимать. Вот с этой стороны есть пипка, за которую так вот... Ау, прямо по пальцу. Эх. Ну, как говорится, не поваляешь, не поешь. Конечно, я потом ее снова помою перед тем, как будем кушать. Ну, на самом деле, я пока в этой мисочке Егору ничего не даю, потому что она огромная. А он сейчас ест еще только начало прикорма. Это где-то по 30-20 миллилитров буквально. Поэтому, ну, пока что в ней смысла нет. А вот когда уже выйдем на нормальные порции, когда уже каша начнет кушать, вот это будет самое то. А еще, как вы могли понять из первых нескольких минут видео, мы, наконец-то, Егорку переселили в большую кроватку. Ура! Однако в ней он спит не так уж и много. Укладываем его на ночной сон, а потом он просыпается, чтобы поесть, и мне уже лень его идти перекладывать. В итоге он остается спать вместе со мной. Однако, чтобы он спал безопасно, так как мы убрали маленькую кроватку, мы придумали небольшую хитрость. Вот здесь, получается, сплю я, чтобы было удобно вставать и ходить к Егору. А вот сюда, ну, так как он у нас крутится, прыгает, бегает, ну, не прыгает и не бегает, еще, в общем, крутится очень быстро, он может укрутиться и упасть. И чтобы этого ночью не произошло, хоть я его и ограждаю как бы своей рукой, на всякий случай мы вот сюда кладем его коврик для ползания. Ну, на поле он вот такой вот толщины в сложном виде, и сверху еще вот это покрывало кладем, чтобы как бы застелить всю эту площадь. В итоге, даже если он и упадет, то, ну, он не ударится, ничего страшного не произойдет, максимум немножко испугается, и как бы все. А разобранная кроватка у нас стоит здесь и ждет, пока мы ее отвезем к родителям. Самое главное, я рада, что у Егора нет протеста насчет этой кровати, потому что я реально очень переживала, что он, в принципе, не будет в ней спать, однако все дневные сны он проводит в этой кроватке, ну, за исключением сна, который у нас на улице гуляет он. И вот первый ночной сон тоже получается в этой кроватке. И, если честно, когда первые пару раз я его укладывала в эту кровать и потом вставала ночью кормить, я не просыпалась, ну, как бы, я просыпалась, чтобы прийти его взять, положить к себе. Однако мозг, видимо, просыпался неполноценно, потому что потом среди ночи я встаю, понимаю, что ребенок лежит рядом со мной, и я не помню, каким образом он указался со мной в кровати. Ну, как бы, как это вообще произошло? И только после пробуждения утром я смотрю на браслет. Кстати, где мой браслет? Он опять снялся где-то, и я... Ладно, пойду искать. О, нашла вон на тумбочке. Я смотрю по браслету, когда я вставала, и там четко написано время, думаю, а, ну, значит, вот именно вот в этот промежуток времени я сходила за Егором. Хотя мозг этого не отражает абсолютно, значит, я вообще не просыпаюсь, видимо, когда это делаю. Немного даже страшновато. Ну что, пойдем готовить печень. Но уж в печень никто не вичин. Итак, кулинарное шоу от Анютки Сидоровой. Печень куриная под сливочно-луковым соусом. На самом деле просто будет печень с луком и сметаной. Итак, для приготовления всего прекрасного блюда нам понадобится, собственно, печень куриная. Если вы забыли ее достать из морозилки, как и я, то просто подержите под холодненькой водичкой, и она разогреется. Лук, сметана и немножко муки, где-то полторы-две столовых ложки. Мышки. Мышки, куриные» Как ты читай. Сí, все искус. Ну, ты тут,lingки и вакуриные. Колобие молодости, цвет лица. Как ты их дел από? Как вы поняли, печень мы обваливаем в муке и выкладываем на разогретую сковородку. Советую выкладывать печень как можно быстрее, пока она не начала стрелять, иначе будет страшно пускать туда свои ручки. Лук у меня уже нарезан, пока печень жарится, я приготовлю савас. Для этого берем сахар, берем сметану, наливаем немного сметаны, а сюда добавляем водички примерно, ну, чтобы было 50 на 50. И всю эту красоту размешиваем до однородности. Печень жарим на одной стороне где-то 3-4 минутки. Затем переворачиваем, а вот сюда уже добавляем соль и перец по вкусу, ну, и прочие приправы. Сюда же добавляем лук. Когда прошло 4 минутки и на этой стороне, то выливаем савас. Делаем на маленький огонь и закрываем крышкой на 10 минут. Ну, а сейчас после приготовления я быстренько собираюсь и иду с мамой по магазинам, ну, и, конечно же, с мелким. А Степочка пойдет помогать по дому родителям. Кстати говоря, вы, как могли заметить, мы убрали диван отсюда, и в итоге у кошки теперь не так много мест, где она может полежать. Поэтому она теперь усиленно давит наше компьютерное кресло. Вот она, вот она, бедная кошка, у которой нет места в квартире. Сонечка, Сонечка, что ты можешь сказать по этому поводу? Соня, Соня! Соня, ты в порядке? Ты в порядке, Соня? Нет, абонент не отвечает. Бегу к моим зайчикам. Они гуляли, я собирала сумку, чтобы отдать мелкого маме, пока мы будем в дрифинарии. Вон они, вон они, вон они, вон они, мои хорошие. Мы пришли к родителям, и вот этот красавчик пытается ползать. Но пока только на планку вставать получается, да, Егор? Это у нас стимул. Соня, 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 соня. Соня, 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 соня. Соня, соня, соня. Соня, соня, соня. Очереди в дельфинарии, просто жесть. Мы все пришли. Я тебя завалю. Вот, смотри, я поменила. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Итак, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что очень непривычно сидеть на переднем сиденье после пяти месяцев, когда я сидела вот здесь. И горка сидела вот здесь. Мы уже едем обратно с океанариума, с дельфинариума, с дельфинариума, с дельфинариума, да? А еще я наколдовала красный свет, чтобы снять собаку. Зацените! Колдунья! Такая собака кайфовая! Такая собака кайфовая! Соскучились по нему с ума сойти как! А еще у нас очень красивый закат, я его сниму отдельно. И еще, кстати говоря, мы мелкого наконец-то переложили в прогулочную коляску. Как мне кажется, ему удобнее. Ну и плюс в жару не так жарко. А еще мне муж отдал классную футболку. Вам, наверное, коряво видно, но здесь написано «Урал молодость украл». Кайф-кайф! Спасибо, любимый! Кто тут улыбашечка? Егор! Ну посмотри на мать-то. Ну давай, как тебе океанариум, как тебе рыбки, дельфины? Ну как, бомбически, нереально. В моем муже заговорили мемы. Спасите, помогите! Мне сказано было снять красивую комбу, поэтому я снимаю красивую комбу. Она правда красивая. Хозяевам респект. Когда снимаешь, мы снимаем вот так. Именно вот так. Каждый день мы катаемся. С сыном. А вот это не обязательно. Потом вырежу. Ого, что неудобно. Мне нужно обидеть в деревьях. Ну, пойдем дальше. Влог, я думаю, заканчивать. В принципе, день выдался насыщенным. И этот малышок погулял. И мы развеялись. Всем спасибо, кто смотрел до этого момента. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. О, заиндосом, который вам нравится. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok